Ну а на месте одного из отделений Степлага планируют создать музей под открытым небом. Лагерь для политических заключенных закрыли почти 70 лет назад. Он находился на территории нынешней области Улутау и входил в состав единой структуры ГУЛАГа. За годы его существования лагерных застенок побывали тысячи людей, многие из которых позже были реабилитированы как невинно осужденные. Степлаг или особый лагерь создали в 1948 году на основе Жизказганского лагеря военнопленных. Среди осужденных, отбывающих здесь срок, были врачи, ученые, инженеры, архитекторы, писатели и художники. Заключенные являлись бесплатной рабочей силой. Их руками в нашем регионе построено множество предприятий, домов, объектов соцкультбыта. Они участвовали в возведении Жизказганского медиаплавильного завода плотины Кингирского водохранилища 400 километров железной дороги до станции Жарык. Трудились заключенные и в шахтах, добывая медную и марганцевую руду. В разные периоды в лагере отбывали срок от 5 до 25 тысяч человек. В 1956 году Степлаг закрыли. Сегодня на его месте остались лишь полуразрушенные здания. Чтобы сохранить исторический объект, решено провести его реставрацию. На эти цели в прошлом году из республиканского бюджета выделили 47 миллионов тенге. Первый этап реставрационных работ провели. Вывезли с территории лагеря мусор, восстановили части стен здания, фундамент, установили информационные таблички. Продолжить реставрацию планируют в 2025 году. Восстановят барак, куда помещали заключенных, нарушивших режим лагеря. В здании, где располагалось руководство и сотрудники учреждения, оборудуют выставочный зал. А сам лагерь станет музеем под открытым небом. Елизавета Шалин, Нурдаулета Манкешев, 24КЗ, область Улутал.